В семейной мастерской отец и сын трудятся рука об руку 16 лет. В начале пути они делали окна, двери и строили щитовые дома. А 6 лет назад решили возродить старинное ремесло, которым занималось несколько поколений Буровых. Мой прапрадед занимался бочками. Делал бочки сам и с Астрахани возил рыбу. Ну и видать, кровь свою берет. Вот такая вещь. И мне все делало, как бы нравится. Забытое бандарное производство в скором времени стало основным направлением работы отца и сына. Старинные технологии гармонично вписались в современный уклад жизни. Бочки из Мордовии разбирают, как горячие пирожки. Продукция из больших березняков отправилась даже в Перу и Германию. Больше всего времени отнимает подготовка материалов. Лучше всего для бочек подходит дуб, причем старше 80 лет. Древесину распиливают и сушат с весны до поздней осени. Если не засушить изделие, скоро придет в негодность, а пересушенный материал становится рыхлым. За несколько лет Буровы приспособились к производству своими руками, сделали станки, которые облегчают работу. Нижняя, она уже сформирована, она в свободном положении. Верхнюю часть ее не сожмешь. То есть не вручную, не вот этим стяжком. Ну, то есть это как бы, ну, трудно. Жим большой. Вот придумали сосу вот эту вещь. И уже, чтобы конкретно поджать, вы знаете, ее, так скажем, добивали вокруг. Очень много мучились с этим скользцем как-то прокат. Вот мы его сами изобразили. Он, вон, станочка стоит. То есть идет прокат, который прокатывает и делает на конус, значит, вот эту стяжку. Ну, много здесь такого. Старые с новым. Производство полностью экологичное. Герметичность бочкам обеспечивает ржаная мука. Снаружи изделия покрывают маслом. Но не бочками едиными живет семейная мастерская. В этом году ассортимент продукции значительно расширился с появлением ЧПУ станка. Его приобрели благодаря социальному контракту. За помощь Бурова более чем благодарны. Теперь нашлось применение остатком древесины. Раньше их отправляли на дрова, а сейчас превращают в экологически чистую посуду, сувениры и елочные игрушки. Их изготавливает супруга Бурова-младшего. Первое время было, да, страшно. Такой большой станок, фреза, столько оборотов. Страшновато было. Ну, ничего, потихонечку. Интернет в помощь нам в современных технологиях. Сейчас к Буровым обучаться работе на станке приходят школьники. Ребята после уроков изучают программу и учатся работать с деревом. В планах Буровых отремонтировать мастерскую и проводить регулярные мастер-классы для всех желающих. Ольга Данилова, Сергей Соколов. Народные новости. Большеберезняковский район. Продолжение следует.